На главной площади Мариуполя высокопоставленных гостей украинцы встретили в национальных костюмах, исполнили гимн. Иностранные послы в свою очередь поприветствовали горожан и пригласили посетить Еврогород. Это театральная площадь Мариуполя. По словам местных жителей, всего за ночь она изменилась до неузнаваемости. Вдоль площади вырос настоящий Еврогород, а по улочкам разгуливают представители всех европейских стран национальных костюмах. Справа говорят на датском, слева на французском, но все понимают друг друга, ведь день Европы это символ мира и единства. Каждая палатка представляла определенную страну. В этот день для того, чтобы попасть, например, в Голландию или Австралию, не нужны были ни визы, ни загранпаспорта. Окунуться в традиции другого государства можно было просто заглянув на огонек. Гости из Европы раздавали брошюры, рассказывали о культуре и традициях их страны. А вот жители Испании весь день учили местных жителей национальным танцам. Было чем заняться здесь и юным жителям Мариуполя. Игры, приготовленные иностранными гостями, оказались не только интересными, но и полезными. Дети разукрашивали географическую карту. Взрослые же в это время могли попробовать национальную кухню европейских стран. Много разного узнали про страны всякие разные, про их географическое положение, про их культуру. Культуру нравится, хорошо все организовано, все интересно, и ребенку интересно походить, послушать что-то, узнать, запомнить. Ты увидел какие особенности в нарядах, в разных культурах, увидел их особенности, их танцы, узнал их культуру побольше. Это то, что полезно для человека, я считаю. Представитель Евросоюза в Украине Жузе Тейшейра рассказал, такие праздники не только полезны, но и необходимы для страны, которая хочет стать частью Евросоюза. И отметил, что Мариуполь продемонстрировал высокий уровень подготовки. Сейчас мы находимся на востоке Украины и очень трогательно наблюдать за тем, с каким интересом и радостью люди принимают участие в этом празднике. Такой высокий уровень участия населения показывает, что украинцы хотят жить так, как живут граждане Европейского Союза, и они этого заслуживают. Будем надеяться, мы этой цели добьемся. Этот праздник стал еще одним шагом Украины в Евросоюз, отметили послы ЕС и городские чиновники. В знак сотрудничества и взаимопонимания они высадили деревья на аллеи Европы. Злата Байрачная, Юрий Трелесенко, Панорама.